А вот у жителей двух домов в поселке Юбилейный крыша над головой есть. Но есть другая проблема. Отсутствует свет. Жильцы с улицы Исаева остались без электричества за долги, которые взялись непонятно по чьей вине. Энергетики предъявляют внушительные счета общей суммой свыше 12 миллионов рублей. Пролить свет на темную историю попыталась Елена Петрова. Ну вот мясо тут у нас вот морозилка полная. Не знаю, сейчас пока еще ничего не течет, но скоро, я так понимаю, все потечет. В семье Полянских считают последние часы жизни своих мясных запасов. Уже 10 часов в их квартире нет электроэнергии. Мясо пока не разморозилось, а вот скоро портящиеся продукты придется выкинуть. Не говоря уже о других неудобствах. У меня маленький ребенок, нужно измельчать все блендером. У меня блендер не работает. Что мне делать? Мне ходить в ЖСК, там блендером работать. Старшему ребенку надо учиться в школе, учить уроки. Темнеет сейчас рано. Первый вечер без света они коротают при свечах. Правда, такая романтика не для них. Говорят, возмущены, что в 21 веке их отбросили в век пещерный. Электричество отключили энергетики. Уже 4 года с момента введения домов в эксплуатацию проблемы пытаются решить в СПГС. Дома по Исаево на их балансе вообще не стоят. Ни как жилье, ни как стройплощадка. Этих объектов в системе энергоснабжения Саратова просто не существует. Что касается заявителя непосредственно ЖСК «Свой дом», в их обязанности входила прокладка своих низковольтных сетей, это разводка в каждый подъезд, грубо говоря, и оплата нам по этому договору. Они не сделали ни того, ни другого. Не проложив коммуникации, они каким-то образом умудрились сдать дома, что является фактически уголовным преступлением. Энергоснабжение к домам подведено через этот кабель. Нарушение правил безопасности очевидно. Общая сумма ущерба от самовольной запитки домов сегодня превысила 12 миллионов рублей. Председатель ЖСК уверяет, не платят люди. Эти долги все скопили жители. И если жители заплатят, значит и мы заплатим. Если они не будут так же платить, как и раньше, по 50-60 тысяч с квартиры долги, то мы тоже не сможем. Сами жители, которых оставили в темноте, уверяют, за свет платят регулярно. Правда наличными в ЖСК, ведь договоров с энергетиками у них нет. Деньги до ресурсоснабжающей организации не доходят. Люди оказались заложниками ситуации. Время 8 часов, рабочий день до 7. Я сейчас ездил, искал свечки по городу. У нас дефицит. Мы в шоковом состоянии. Еще раз говорю, трое детей. Одному полтора месяца, другому два с половиной года. Поэтому у нас индивидуальное отопление. Как будем жить дальше, не знаю, скоро отопительный сезон. Председатель ЖСК заверила нашу съемочную группу. Сейчас ищут способ вернуть в дома электричество. В СПГС же видят только один выход. Свой дом обязан сделать разводку, заключить договоры и оплатить долг. Иначе энергетики обратятся в правоохранительные органы. Елена Петрова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.